Американский конгресс намерен расследовать обстоятельства, предшествовавшие терактам на бостонском марафоне, а также добущенные спецслужбами и федеральным правительством просчеты. Это отмечалось на сегодняшних слушаниях в Комитете по внутренней безопасности, первых после взрывов 15 апреля. Аплодисментами законодатели и журналисты приветствовали в зале комиссара полиции Бостона. Александр Панов продолжит тему. Два главных вопроса. Можно ли было предотвратить атаку и кто такие братья, часть международной террористической сети или так называемые внутренние доморощенные террористы? От ответов для вашингтонских политиков зависит очень многое, в том числе расклады на будущих выборов, конгрессы, Белый дом. Инициатор слушаний, председатель Комитета по внутренней безопасности, конгрессмен из Техаса Макл Маккол, в прошлом прокурор, занимавшийся контртерроризмом. Он убежден, что федеральные агентства допустили серьезнейшие просчеты, в том числе недостаточно отработав по сигналам российских коллег из ФСБ, о личности Тамерлана Царнаева, предполагаемого организатора террористической атаки в Бостоне. У законодателей, похоже, открылись глаза на так называемое чеченское сопротивление. Хотя мы пока не знаем, осуществлялось ли руководство этой террористической атакой из-за рубежа, мы точно знаем, что она оттуда вдохновлялась. Тамерлан Царнаев побывал в Чечне. По возвращению он разместил в интернете радикальные видео, прославляющие исламский халифат. Бомбы изготовлены были по лекалам Аль-Каиды. Многие чеченские повстанцы связали судьбу с джихадским движением и воевали против наших солдат в Афганистане и Ираке. Сын одного из моих избирателей, сержант морской пехоты барон Норвуд, был убит девятью чеченцами в Ираке. На слушаниях выступил один из тех, кто сразу после 11 сентября создавал Министерство внутренней безопасности. Сенатор Джозеф Либерман, только что ушедший в отставку. Я убежден в том, что террористические атаки в Бостоне можно было предотвратить, хотя это и нелегко было сделать. Экс-сенатор напомнил, что после 11 сентября спецслужбам и полиции удалось предотвратить 65 террористических заговоров. Он убежден, что чеченцев, братьев Царнаевых, надо рассматривать как внутренних террористов, наподобие майора Нидала Хасана, расстрелявшего 13 сослуживцев в форте Худ в 2009. Комиссары бостонской полиции на слушаниях приветствовали аплодисментами. Он признался, что по поводу братьев Царнаевых в полицию никто из федералов не обращался, несмотря на сигналы российских спецслужб еще два года тому назад. Мы ничего не знали о двух братьев. Нам ничего не сообщали о деятельности Тамерлана. Налицо отсутствие обмена важнейшей информацией. История повторилась. Первые слушания после бостонского теракта в Комитете по внутренней безопасности не только отметили слаженную, даже героическую работу спасательных служб и сил правопорядка сразу же после взрывов, но и поставили неизбежный вопрос перед разведкой и спецслужбами. Почему такое стало возможным? На следующее слушание в Комитет будут вызваны руководители федерального ранга, ответственные за сбор разведданных и взаимодействие спецслужб. Республиканское руководство Комитета требует конкретных ответов, а не общих рассуждений. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Артевяев, Вашингтон.